У него очень есть плюшка. Шестой полевой уже появился у нефтехимика. Там пустые ворота. И внигры здесь. Здесь положение внигры. Я думаю, что вернет сейчас с двойком оборота. Покупчик, но один. Вот теперь помогает Хайрулин. И шайба выкатывается в среднюю зону. И даже в зону нефтехимика. Меньше минуты у гостей. На исправление ситуации. Снова вброс. Максон приклушил полет шайбы. Здесь Цибульский. Он играет через город. Тут Радил не выводит Лукаш. Цибульский шайба у нефтехимика. Все, пошел штурм. Пошла. Традиционная атака. Кнот. Налево. Унот это зря. Но Парядин поборолся. И выиграл шайбу для своей команды. И вот здесь перевод. Хайрулин не бросил. Потому что передача не точная. Кнот. Хайрулин. Облосавительный. Уже. Здесь Парядин. Парял играет на Хайрулина. Там Питаке ждет передачу Секста. Через синюю линию. Клот. Хайрулин. Парядин надо как-то разражать. И вот пошла угроза. Но здесь Радил и тут вау. Ничего себе слета. Пошел бросок. Пяткруточек. И он думал, что встреча будет остановлена. Но нет. Последние секунды. Последний шанс. И Рижская Динамо поддерживает победу в этом матче. В итоге Рижане во янгове 4-3 восстановлением матча. Семнадцать очков. Дегоняет Карпеда по очкам. Перегоняет Спартак, который играет параллельно. То есть Рижская Динамо у нас заскакивает во всяком случае на какое-то время. в кубковую восьмерку. Чем и коллектив Сергей Слухо. И поздравляем. Невероятно интересно, какие бриги был. Не тихимик старался. Играл здорово, красиво. Не все получилось. Но то ли еще будет и так концовка. Еще раз последний момент. Он немножко вышел, а вот был, собственно, все мимо. А вот так забудет еще. И Жаня считает, что это и выиграет. И Жека Суханов комментировал.